Друзья, подопечные бьют в этом сезоне все рекорды молодежной хоккейной лиги. В нашей студии, конечно же, один из тренеров. У нас в студии тренер вратарей команды «Мамонта Югры» Роман Кузьмин. Роман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как я уже сказал, секунду, хотела сказать, секунду, девушка, сейчас мужчины разговаривают. В сезоне бьют рекорды МХЛ по сухим играм. Благодаря чему такое происходит? «Мамонты Югры» что в этом году, что не так? Тренировки по-другому поставлены? Да нет, не тренировки, просто, может быть, некоторые ребята сделали в голове, покопались, отношения перевернули к хоккею. То, что в большом спорте нужно всегда работать. Работать от и до. Я думаю, к этому результату пришел. Хорошо. Вот Нечистовский, Кузьмаул, пять матчей сухарей, то есть пять матчей сухую. Почему? Почему так происходит? Опять же, кто-то, может быть, борется за лидерство. Нечистовский номер один, либо все-таки Кузьмаул хочет тоже стать номером один. Кто сейчас, кстати, на данный момент номер один у наших мамонтов? Ну, со временем хоккея, я скажу одно, то, что номер один нету. 60 игр в сезоне, плюс плей-офф, если все нормально, команда попадает. Это очень большая нагрузка на вратаря, физическая, психологическая. Так что должно быть два-три вратаря стабильно, хорошо играющих. А как нужно тренировать, чтобы команда добилась вот такого результата? Есть ли какая-то особенная техника в этом деле? Ну, я думаю, требовать от ребят, как сказать, прыгнуть выше своей головы. Ну и, конечно же, дружеские такие человеческие отношения, чтобы понимать их, они тоже люди. И я думаю, что залог успеха только в этом. Но все-таки вот для вас, как для тренера, необходимо все-таки быть немножко психологом, гипнотизером, в роли кнута выступать, потом все-таки пряника. Это, конечно, обязательно. Психология на большом месте стоит, как бы в нашей работе, потому что все люди разные у нас. Есть, которые в себе копаются, кто-то, наоборот, я не виноват там. Ну, все разные ребята по характеру, так что нужно к каждому индивидуально подходить. Мне было бы интересно посмотреть на тренера-гипнотизера. Да-да-да. Но все-таки, вот, ребята, именно что касается наших вратарей, все-таки, да и вообще, в принципе, всю команду, все-таки переживают как-то поражение? Или вот вратари как-то особенно переживают? Потому что, когда стою на ноль, все говорят обо мне, что сейчас я привез себе в статистику сухарь. Когда проигрывает, вроде бы проигрывает вся команда. Но все равно, кто расстраивается больше? Я могу сказать одно то, что хоккей – это командный вид спорта. Без, как сказать, без ребят не было бы нуля тоже. Если ребята помогают, значит, и получается такой результат. Но, конечно, переживают они больше. Потому что ответственность на них лежит колоссальная. Они как пограничники стоят, им нельзя ошибаться. Потому что нападающий ошибся, есть защитник. Защитник ошибся, есть вратарь. Но если вратарь ошибся, это все, это гол. И, конечно, психологически им тяжело в этом плане. Хорошо. Ну, Роман, вы сами из династии вратарей. И вот все-таки подготовка вратарей тогда и сейчас, она как-то изменилась? Колоссально. Как? В чем? А, во всем. Раньше не было тренером по вратарей. Да, где-то сами находили, учились у кого-то, подсматривали. Сейчас интернет, сейчас тренер по вратарям, сейчас очень много работы вне льда. Так что, я думаю, очень сильно колоссально выросло. Ну, вот у нас есть видео, которое разлетелось, опять же, и по югорскому интернету, и вообще, в принципе, по глобальной сети. И тот момент, когда просто вот отбивая все, я так понимаю, наши мамонты играли в меньшинстве? Втроем против пятерых. Втроем против пятерых. Была потеряна клюшка. В это время стоял на воротах Костя Кузьмаул, правильно? Павел Нечистовский. А, Павел Нечистовский стоял. Хорошо. И вот потерял клюшку, взял клюшку у своего напарника, да, по команде абсолютно, то есть не хоккейную клюшку. И не отбивает, что болит мамонта? Так, вот мы сейчас слышим, слышим просто вопли, вопли комментатора, которые уже весь... Очень эмоциональный момент, да. Да, 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 да. Столько шайб он отразил, то есть столько бросков он отразил. Все закончилось благополучно? Нет. Нет, все-таки... Добили игол. Да, все-таки дожали, но благодаря вот таким роликам все-таки ребята становятся, ну, знаменитостью. Вот в Югре-то они у нас уже знаменитости, но звездная болезнь присутствует. Ну, присутствуют, они же люди. Да, ну вот я к чему говорю, к чему я веду. 100 очков, больше 100 очков у команды, у наших мамонтов Югры. Это же, это же ой-ой-ой в сезоне. Это же сколько выигранных матчей. Ну да, мы идем, стараемся, нельзя останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше. Хоккей для этого есть, чтобы бить рекорды. Ну вот все-таки такой вопрос, так сказать, под занавес нашей с вами беседы. Вот если вдруг, не дай, конечно, Бог, наша хоккейная команда, Югра именно, да, исчезнет с карты континентальной хоккейной лиги, вообще какая будет перспектива у нашей молодежи, у наших, как мы их привыкли называть, мамонтят? Ну, во-первых, я думаю, что все будет нормально, и наш клуб останется все-таки, потому что он образующий не только Ханты-Мансийска, но и всего региона. Ребятам будет очень тяжело, я так скажу. И только, не только нашим, которые играют там и в Сургуте, и в Радужном, в других городах Нижневартовской, потому что, ну, реально, школа так же делает. Но они равняются на них все-таки? Конечно, они ради этого растут, чтобы попасть сюда, в свою команду, в свою команду региона, играть за нее, защищать. У нас, ребята, посмотрите, вы, Михаил, все ребята местные, воспитанники нашего Егорского хоккея. И показывают, какие шикарные результаты. Вы сами все это видите, наши результаты показывают все. Ну, мы будем в этом сезоне первыми? Не дай вам прогнозы, будем работать. Ну что ж, спасибо огромное, мы желаем вам хорошей работы, продуктивной работы, ну и, конечно же, первоместной работы, но, опять же, не будем ничего загадывать. В нашей студии был Роман Кузьмин, тренер вратарей команды «Мамонт» и «Югры». Спасибо вам огромное, желаю вам удачи, с гостем прощаемся. С вами увидимся через мгновение, дождитесь.